Новый диспетчерско-аналитический центр презентовали в угольном департаменте АО «Кармет». Он обеспечит единовременный контроль ситуации по промышленной безопасности на всех угледобывающих предприятиях. Спикер Мажелиса Ерлан Кашанов во главе группы депутатов приехали в Карагандинскую область, чтобы ознакомиться с работой социальных объектов и предприятий, а также повстречаться с местными жителями. Подробности в репортаже. Именно здесь специалисты круглосуточно будут отслеживать состояние шахт в реальном времени и могут выйти на связь с любым работником для выяснения ситуации. Новый диспетчерско-аналитический центр в угольном департаменте АО «Кармет» презентовали во время визита спикера Мажелиса во главе группы депутатов, а также министра по чрезвычайным ситуациям и Акима области. Сегодня большим достижением, я считаю, не только для Карагандинской области региона, но и для строительства страны, то, что вернули «Кармет» комбинат казахстанскому инвестору, ему доверие есть. Послушал перспективы по шахтам, да, у вас, какие инвестиции сейчас пойдут. 540 миллиардов тенге, куда пойдут? В первую очередь по модернизации, второе – по безопасности труда. Новый объект отвечает за единовременный контроль ситуации по промышленной безопасности на всех угледобывающих предприятиях, в том числе по замеру уровня кислорода и концентрации метана. Сегодня компания «Кармет» вкладывает большие инвестиции для улучшения безопасности труда и реализации ряда социальных проектов. Самые важные вещи, о которых сказал глава государства, это номер один – безопасность производства. Мы сейчас покажем, как мы это делаем. Второе – модернизация, обновление фондов и выход на новый передел. Вот на эти ключевые показатели, вот это залповые инвестиции в этом году будут сделаны. По социальной инфраструктуре много делаем, вот трамвайное депо восстанавливаем, парк, вот сквер недавно открыли. В течение пяти лет городообразующее предприятие «Тимиртау» должно вернуть себе статус лидера металлургии, отметили участники встречи. Говорили также и о новом законе, позволяющем получить специальную социальную выплату с 55 лет работникам вредных производств. 1 января текущего года в Казахстане введена специальная социальная выплата для тех работников, кто достиг 55-летнего возраста. В Карагандинской области порядка 1800 человек оформили данную спецсоцвыплату. Из них в компании «Корме» 800 человек. На встрече с членами профсоюза обсудили также вопросы по улучшению социальной поддержки рабочих и шахтеров со стороны государства. К примеру, за счет совместных усилий уже удалось восстановить Институт профессиональных заболеваний и гигиены труда, принять новые законы, которые обеспечивают полную страховую выплату работнику при несчастных случаях, несмотря на наличие вины работника, а также расширяют полномочия инспекторов труда, сразу останавливают производство при нарушении техники безопасности.